Сегодня Францию сотрясла новость об отставке нынешнего министра иностранных дел страны. Из кабинета уходит окруженный в последнее время скандалами Лоран Фабиус. Так же, как и президент. Он социалист и несколько лет выступал как его надежная опора во многих делах. Из последнего Фабиус участвовал в переговорах нормандского формата по выходу из кризиса на Украине. Много говорил о конфликте и действиях западной коалиции в Сирии. И как раз сегодня, уже официально будучи в отставке, бывший министр выступил с упреками в адрес США. О том, какое будущее ждет Лорана Фабиуса и о его прошлом, Репортаж нашего собственного корреспондента во Франции Яна Подзюбан. Спокойно и уверенно спустился по парадной лестнице к служебному авто Лоран Фабиус. Этим утром покинул Елисейский дворец. Последний рабочий день министра иностранных дел Франции выдал лишь короткий ответ на десятки вопросов журналистов с улыбкой. Вы теперь в отставке? Причины отставки так и остались для журналистов лишь версиями, как и будущая политика. Теперь министру иностранных дел Франции прочат пост главы Конституционного совета. Конечно же, хотелось отметить, что он остается министром этого правительства, пока не пройдет все необходимые процедуры. Это произойдет на следующей неделе. Президент доволен его действиями во внешней политике не в самое для нее спокойное время. Отдельных аплодисментов заслужила роль Лорана Фабиуса в Парижской климатической конференции. Буквально через несколько дней он должен был отправиться в Мюнхен в рамках нормандской четверки. Там встретятся главы МИДов России, Украины, Германии и Франции. Кто, если не он, будет представлять Пятую Республику и как это может повлиять на ход переговоров, остается открытым вопросом. Известно, что главой экологического комитета экс-министр останется до конца года. Его роль в проведении этой международной конференции лишь одна из громких страниц биографии политика. Лоран Фабиус занимал во Франции посты министр по вопросам бюджета, промышленности и научных исследований. В 37 лет он стал самым молодым премьер-министром в истории страны. Вместе с карьерным ростом множились и скандалы, связанные с семьей Фабиуса. Его сын Тома задержан по делу о мошенничестве. Следователь заинтересовала, откуда у молодого, 34-летнего мужчины деньги на покупку роскошных апартаментов в центре Парижа. 7 миллионов евро за 280 квадратных метров. Объяснения Фабиуса-младшего, что взял, мол, кредит в банке под гарантией своей консалтинговой фирмы, несостоятельны. Выяснилось, оборот предприятия составляет всего несколько тысяч евро в год. Несколько лет назад я вместе со знакомой медсестрой и одним финансистом создал инновационную структуру «Ясли на работе». Такие организации позволяли женщинам, имеющих грудных детей, оставлять их там на рабочие часы, кормить и потом забирать вечером домой. У американских правоохранительных органов тоже вопросы к сыну Фабиуса. Они выдали ордер на его арест за мошенничество и воровство. Он действует на территории Штатов после обмана в казино, который, к слову, случился в день назначения Лорана Фабиуса министром иностранных дел. Во Франции отставку Фабиуса связывают скорее не со скандалами и не с политикой министра. Перестановок в правительстве ждали. Катализатором перемен называют уход Кристиан Табира на велосипеде, а не на служебной машине в знак протеста. И на этом, считают политологи, отставки не закончатся. Среди возможных будущих экс-министров звучит и имя Эммануэля Макрона, министра экономики, который совсем недавно высказывался за отмену санкций против России. Яна Подибан, Алексей Лабушкин, Дмитрий Малышев, Первый канал, Париж.